Потом Обломову приснилась другая пора. Он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, А она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, Где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, Где текут реки, меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, А день деньской только и знает, что гуляют все добрые молодцы, Такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, Которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, Другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, Да и осыпает его ни с того, ни с сего разным добром, А он, знай, кушает себе да наряжается в готовое платье, А потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице Милитрисе Кербитьевне. Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ. Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, Что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, Эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а, может быть, еще и на нас самих. Взрослый Илья Ильич, хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, Нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няней, Но улыбка эта не искренняя, она сопровождается тайным вздохом, Сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, Зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка? Он невольно мечтает о Мелитрисе Кербитевне, Его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, Где нет забот и печалей, у него навсегда остается расположение полежать на печи, Походить в готовом, незаработанном платье и поесть насчет доброй волшебницы. И старик Обломов, и дед выслушивали в детстве те же сказки, Прошедшие в стереотипном издании старины в устах нянек и дядек Сквозь века и поколения. Няня, между тем, уж рисует другую картину воображению ребенка. Она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов, Обудали Илье Муромца, Добрыня Никитича, Алеша Поповича, Полкане-богатыре, околичище прохожим, О том, как они странствовали по Руси, Побивали несметные полчища басурманов, Как состязались в том, кто одним духом Выпьет чару зелена вина и не крякнет. Потом говорила о злых разбойниках, О спящих царевных, О каменелых городах и людях, Наконец переходила к нашей демонологии, К мертвецам, К чудовищам И к оборотням. Она с простотою и добродушием Гомера, С той же животрепещущей верностью подробностей И рельефностью картин влагала в детскую память И воображение и леаду русской жизни, Созданную нашими гомеридами тех туманных времен, Когда человек еще не ладил с опасностями И тайнами природы и жизни, Когда он трепетал и перед оборотнем, И перед лешим, И у Алеши Поповича искал защиты От окружавших его бед, Когда и в воздухе, и в воде, И в лесу, и в поле Царствовали чудеса. Страшна и неверна была жизнь Тогдашнего человека. Опасно было ему выйти за порог дома, Его того, гляди, запорит зверь, Зарежет разбойник, Отнимет у него все злой татарин, Или пропадет человек без вести, Без всяких следов. А то вдруг явятся знаменья небесные, Огненные столпы да шары, А там над свежей могилой Вспыхнет огонек, Или в лесу кто-то прогуливается, Будто с фонарем, Да страшно хохочет И сверкает глазами в темноте. И самим человеком Творилось столько непонятного. Живет, живет человек долго, И хорошо, ничего, Да вдруг заговорит такое непутное. Или учнет кричать не своим голосом, Или бродить сонный по ночам, Другого ни с того ни с сего Начнет коробить и бить озим, А перед тем, как сделаться этому, Только что курица прокричала петухом, Да ворон прокаркал над крышей. Терялся слабый человек, С ужасом озираясь в жизни, И искал в воображении Ключа к таинствам, Окружающие его И своей собственной природы. А может быть, сон, Вечная тишина вялой жизни, И отсутствие движения, И всяких действительных страхов, Приключений и опасностей, Заставляли человека творить Среди естественного мира, Другой, несбыточный, И в нем искать разгула и потехи Праздному воображению, Или разгадки обыкновенных Сцеплений обстоятельств И причин явления Вне самого явления. Ощупью жили бедные предки наши. Не окрыляли и не сдерживали Они своей воли, А потом наивно дивились Или ужасались неудобству, Злу и допрашивались причин У немых, неясных Иероглифов природы. Смерть у них приключалась От вынесенного перед тем Из дома покойника Головой, а не ногами из ворот. Пожар от того, Что собака выла Три ночи под окном, И они хлопотали, Чтоб покойника выносили Ногами из ворот. А ели все то же, Постольку же, И спали по-прежнему На голой траве, Воющую собаку били Или сгоняли со двора, А искры от лучины Все-таки сбрасывали В трещину гнилого пола. И поныне русский человек Среди окружающей его Строго и лишенной Вымысла действительности Любит верить Соблазнительным сказаниям Старины. И долго, может быть, Еще не отрешится ему От этой веры. Слушая от няни Сказки о нашем Золотом руне Жар-птицы, О преградах И тайниках волшебного замка, Мальчик-то бодрился, Воображая себя героем подвига, И мурашки бегали У него по спине, То страдал За неудачи храбреца. Рассказ лился за рассказом. Няня повествовала с пылом, Живописно, с увлечением, Местами вдохновенно, Потому что сама В половину верила рассказам. Глаза старухи Искрились огнем, Голова дрожала от волнения, Голос возвышался До непривычных нот. Ребенок, Объятый неведомым ужасом, Жался к ней Со слезами на глазах. Заходила ли речь О мертвецах, Поднимающихся В полночь из могил, Или о жертвах, Томящихся в неволе У чудовища, Или о медведе С деревянной ногой, Который идет по селам И деревням Отыскивать отрубленную У него натуральную ногу. Волосы ребенка Трещали на голове От ужаса. Детское воображение То застывало, То кипело. Он испытывал Мучительный, Сладко-болезненный процесс. Нервы напрягались, Как струны. Когда нянька Мрачно повторяла Слова медведя, Скрипи, скрипи, Ноголиповая, Я по селам шел, По деревне шел, Все бабы спят, Одна баба не спит, На моей шкуре сидит, Мое мясо варит, Мою шерстку придет. И так далее, Когда медведь Входил, наконец, В избу И готовился схватить Похитителя своей ноги, Ребенок не выдерживал, Он с трепетом и визгом Бросался на руки к няне, У него брызжут Слезы из пуга, И вместе хохочет он От радости, Что он не в когтях у зверя, А на лежанке подли няне. Населилось в воображении Мальчика странными призраками. Боязнь и тоска Засели надолго, Может быть, навсегда в душу. Он печально озирается вокруг, И все видит в жизни вред, Беду, Все мечтает о той волшебной стороне, Где нет зла, Хлопот, Печалей, Где живет Милитриса Кербитевна, Где так хорошо кормят И одевают даром. Ветра в трубе Заставляли бледнеть И мужчин, И женщин, И детей. Никто в крещение не выйдет После десяти часов вечера Один за ворота. Всякий в ночь на Пасху Побоится идти в конюшню, Опасая застать там домового. В обломовке верили всему, И оборотням, И мертвецам. Расскажут ли им, Что копна сена Разгуливала пополю, Они не задумаются И поверят. Пропустит ли кто-нибудь слух, Что вот это не баран, А что-то другое? Или что такая-то Марфа или Степанида, Ведьма? Они будут бояться И барана, И Марфу, Им и в голову Не придется спросить, Отчего баран стал не бараном, А Марфа сделалась ведьмой, Да еще накинутся И на того, Кто бы вздумал Усомниться в этом. Так сильна Вера в чудесное В обломовке. Илья Ильичи увидит после, Что просто устроен мир, Что не встают Мертвецы из могил, Что великанов, Как только они заведутся, Тотчас сажают в балаган И разбойников в тюрьму. Но если пропадает самая вера В призраки, То остается какой-то осадок страха И безотчетной тоски. Узнал Илья Ильич, Что нет бед от чудовищ, А какие есть, Едва знает, И на каждом шагу Все ждет чего-то страшного И боится. И теперь еще, Оставшись в темной комнате Или, увидя покойника, Он трепещет от зловещей, В детстве зароненной В душу тоски. Смеясь над страхами своими По утру, Он опять бледнеет вечером. Далее Илья Ильич Вдруг увидел себя Мальчиком лет тринадцати Или четырнадцати. Он уж учился В селе Верхлеве, В верстах в пяти от обломовки, У тамошнего управляющего Немца Штольца, Который завел небольшой пансион Для детей окрестных дворян. У него был свой сын Андрей, Почти одних лет с обломовым, Да еще отдали ему одного мальчика, Который почти никогда не учился, А больше страдал золотухой. Все детство проходило Постоянно с завязанными глазами Или ушами, Да плакал все втихомолку О том, что живет не у бабушки, А в чужом доме среди злодеев, Что вот его и приласкать-то некому, И никто любимого пирожка Не испечет ему. Кроме этих детей, Других еще в пансионе пока не было. Нечего делать, Отец и мать посадили Боловника Илюшу за книгу. Это стоило слез, Вопли, капризов. Наконец, Отвезли. Немец был человек Дельный и строгий, Как почти все немцы. Может быть, У него Илюша и успел бы Выучиться чему-нибудь хорошенько, Если б обломовка была В верстах в пятистах от Верхлева. А то как выучиться? Обаяние, Обломовская атмосферы, Образы жизни и привычек Простиралось и на Верхлева. Ведь оно тоже было некогда обломовкой. Там, кроме дома Штольца, Все дышало той же первобытною ленью, Простотою нравов, Тишиною и неподвижностью. Ум и сердце ребенка Исполнились всех картин, Сцены нравов этого быта, Прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто знает, Как рано начинается развитие Умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением В младенческой душе Первых понятий и впечатлений? Может быть, когда дитя Еще едва выговаривала слова, А может быть, Еще вовсе не выговаривала, Даже не ходила, А только смотрела на все Тем пристальным, немым детским взглядом, Который взрослые называют тупым, Она уж видела и угадывала Значение и связь явлений Окружающей его сферы, Да только не признавалась В этом ни себе, ни другим. Может быть, Илюша Уж давно замечает и понимает, Что говорят и делают при нем, Как батюшка его в плисовых панталонах, В коричневой суконной ваточной куртке, День-деньской только и знает, Что ходит из угла в угол, Заложив руки назад, Нюхает табак и сморкается, А матушка переходит от кофе к чаю, От чая к обеду, Что родители не вздумает Никогда поверить, Сколько копен скошено или сжато, И взыскать за упущение, А подай-ка ему нескоро носовой платок, Он накричит о беспорядках И поставит вверх дном весь дом. Может быть, детский ум его Давно решил, что так, А не иначе следует жить, Как живут около него взрослые, Да и как иначе прикажете решить ему, А как жили взрослые в обломовке, Делали они себе вопрос, Зачем дана жизнь? Бог весть? И как отвечали на него? Вероятно, никак. Это казалось им очень просто и ясно. Не слыхивали они о так называемой Многотрудной жизни, О людях, носящих томительные заботы в груди, Снующих зачем-то из угла в угол По лицу земли, Или отдающих жизнь Вечному нескончаемому труду. Плохо верили обломовцы И душевным тревогам. Не принимали за жизнь Круговорота вечных стремлений Куда-то, к чему-то, Боялись как огня увлечения страстей, И как в другом месте тело у людей Быстро сгорало от вулканической работы Внутреннего душевного огня, Так душа обломовцев Мирно, без помехи Утопала в мягком теле. Не клеймила их жизнь, Как других, Ни преждевременными морщинами, Ни нравственными разрушительными ударами И недугами. Добрые люди понимали ее Не иначе, как идеалом покоя И бездействия, Нарушаемого по времени Разными неприятными случайностями, Как то болезнями, убытками, Ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд как наказание, Наложенное еще на прадцев наших, Но любить не могли, И где был случай, Всегда от него избавлялись, Находя это возможным и должным. Они никогда не смущали себя, Никакими туманными, умственными Или нравственными вопросами. Оттого всегда и цвели здоровьем и весельем, Оттого там жили долго. Мужчины в сорок лет Походили на юношей, Старики не боролись С трудной, мучительной смертью, А дожив до невозможности, Умирали, как будто украдкой, Тихо застывая, И незаметно испуская Последний вздох. Оттого и говорят, Что прежде был крепче народ. Да в самом деле крепче. Прежде не торопились Объяснять ребенку значение жизни И приготовлять его к ней, Как к чему-то мудреному и нешуточному. Не томили его над книгами, Которые рождают в голове тьму вопросов, А вопросы гложат ум и сердце, И сокращают жизнь. Норма жизни была готова И преподана им родителями, А те приняли ее тоже готовой От дедушки, А дедушка от прадедушки, Заветом блюсти ее целость И неприкосновенность, Как огонь весты. Как что делалось При дедах и отцах, Так делалось при отце Ильи Ильича, Так, может быть, делается Еще и теперь в обломовке. О чем же им было задумываться И чем волноваться, Что узнавать, Каких целей добиваться? Ничего не нужно! Жизнь, как покойная река, Текла мимо них. Им оставалось только сидеть На берегу этой реки И наблюдать неизбежные явления, Которые по очереди, без зову, Представали пред каждого из них. И вот воображению Спящего Ильи Ильича Начали так же по очереди, Как живые картины, Открываться сначала Три главные акта жизни, Разыгрывавшиеся Как в его семействе, Так и у родственников и знакомых. Родины, Свадьба, Похороны. Потом потянулась Пестрая процессия веселых И печальных подразделений ее, Кристин, Именин, Семейных праздников, Заговенья, Разговенья, Шумных обедов, Родственных съездов, Приветствий, Поздравлений, Официальных слез И улыбок. Все отправлялось С такой точностью, Так важно И торжественно. Ему представлялись Даже знакомые лица И мины их При разных обрядах, Их заботливость И суета. Дайте им, Какое хотите, Щекотливое сватовство, Какое хотите, Торжественную свадьбу Или именины, Справят по всем правилам, Без малейшего упущения, Кого где посадить, Что и как подать, Кому с кем ехать В церемонии, Примету ли соблюсти, Во всем этом Никто никогда не делал Ни малейшей ошибки В обломовке. Ребенка ли выходить Не сумеют там? Стоит только взглянуть, Каких розовых И увесистых купидонов Носят и водят за собой Тамошние матери. Они на том стоят, Чтоб дети были толстенькие, Беленькие И здоровенькие. Они отступятся от весны, Знать ее не захотят, Если не испекут В начале ее жаворонка. Как им не знать И не исполнять этого? Тут вся их жизнь И наука, Тут все их скорби И радости. Оттого они и гонят От себя всякую другую Заботу и печаль, И не знают других радостей. Жизнь их кишела Исключительно Этими коренными И неизбежными событиями, Которые задавали Бесконечную пищу Их уму и сердцу. Они с бьющимся От волнения сердцем Ожидали обряда, Пира, Церемоний, А потом окрестив, Женив Или похоронив человека, Забывали самого человека И его судьбу И погружались В обычную апатию, Из которой выводил их Новый такой же случай Именины, Свадьба И тому подобное. Как только рождался ребенок, Первую заботу И родителей Было как можно точнее, Без малейших упущений, Справить над ним Все требуемые Приличием обряды, То есть Задать после крестин Пир. Затем начиналось Заботливое ухаживание За ним. Мать задавала себе И няньке задачу Выходить здоровенького ребенка, Беречь его от простуды, От глаза И других враждебных обстоятельств. Усердно хлопотали, Чтоб дитя было всегда весело И кушало много. Только лишь поставят На ноги молодца, То есть Когда нянька станет ему не нужна, Как в сердце матери Закрадывается уже Тайное желание Приискать ему подругу, Тоже поздоровее, Порумянье. Опять настает Эпоха обрядов, Перов, Наконец свадьба. На этом и сосредотачивался Весь пафос жизни. Потом уже начинались Повторения, Рождение детей, Обряды, Перы, Пока похороны не изменят Декорации. Но ненадолго. Одни лица Уступают место другим, Дети становятся Юношами, И вместе с тем Женихами, Женятся, Производят подобных себе. И так жизнь По этой программе Тянется Беспрерывной Однообразной Тканью, Незаметно Обрываясь У самой могилы. Навязывались им, Правда, Порой и другие заботы, Но обломовцы Встречали их По большей части С стоической Неподвижностью, И заботы, Покружившись Над головами их, Мчались Мимо, Как птицы, Которые прилетят К гладкой стене, И, не найдя местечко Приютиться, Потрепещут Напрасно Крыльями Около твердого Камня И летят далее. Так, например, Однажды Часть галереи С одной стороны Дома Вдруг обрушилась И погребла Под разваленными Своими Насетку С цыплятами. Досталась бы И Аксинье, Жене Антипа, Которая уселась Была под галереей С донцом, Да на ту пору К счастью своему Пошла замочками. В доме Сделался гвалт. Все прибежали От мала до велика И ужаснулись, Представив себе, Что вместо На сетке С цыплятами Тут могла Прохаживаться Сама барыня С Ильей Ильичем. Все Ахнули И начали Упрекать Друг друга В том, Как это давно В голову не пришло Одному Напомнить, Другому велеть Поправить, Третьему Поправить. Все Дались Диву, Что галерея Обрушилась, А накануне Дивились, Как это Она Так долго Держится. Начались Заботы И толки, Как поправить Дело. Пожалели Она сетки С цыплятами И медленно Разошлись По своим местам Настрого Запретив Подводить К галереи Илью Ильича. Потом Недели Через Тривелина Было Андрюшки, Петрушки, Васьки, Обрушившиеся Доски И перила Оттащить К сараем, Чтобы они Не лежали На дороге. Там Валялись Они До весны. Старик Обломов Всякий раз Как увидит Их Из окошка Так и Озаботится Мыслью О поправке. Призовет Плотника, Начнет Совещаться Как лучше Сделать Новую Или Галерею Выстроить Или Сломать И остатки. Потом Отпустит Его домой Сказав Подисеве А я Подумаю. Это Продолжалось До тех пор Пока Васька Или Мотька Донес Барину Что вот Где Когда Он Мотька Всего Утро Лазил На остатки Галереи Так Углы Совсем Отстали От стен И того Гляди Рухнут Опять. Тогда Призван Был Плотник На Окончательное Совещание Вследствие Которого Решено Было Подпереть Пока Старыми Обломками Остальную Часть Уцелевшей Галереи Что И Было Сделано К Концу Того же Месяца И До Галереи Пойдет Опять Заново Сказал Старик Жене Смотри Как Федот Красиво Расставил Бревна Точно Колонны У Предводителя В Дому Вот Теперь И Хорошо Опять Надолго Кто-то Напомнил Ему Что Вот Кстати Бо уж И Ворота Исправить И Крыльцо Починить А то Дескать Сквозь Ступеньки Не Только Кошки Но И Свиньи Пролезают В Подвал Да 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 Надо Заботливо Отвечал Илья Иванович И шел Тотчас Осмотреть Крыльцо В самом Деле Видишь Как Совсем Расшаталось Говорил он Качая Ногами Крыльцо Как Колыбель Да Ну И Тада Шаталось Когда Его Сделали Заметил Кто-то Так Что Что Шаталось Отвечал Облобов Да Вот Не Развалилось Же Даром Что Шестнадцать Лет Без Поправки Стоит Славно Тогда Сделал Лука Вот Был Плотник Так Плотник Умер Царство Ему Небесное Нынче Избаловались Не Сделают Так И он Обращал Глаза В другую Сторону А крыльцо Говорят Шатается И до сих Пор И все Еще Не Развалилось Видно В самом Деле Славный Был Плотник Этот Лука Надо Впрочем Отдать Хозяевам Справедливость Иной Раз В беде Или Неудобстве Они Очень Обеспокоятся Даже Погорячатся И Рассердятся Как Дескать Можно Запускать Или Оставлять То И Другое Надо Сейчас Принять Меры И Говорят Только О том Как Бы Починить Мостик Что Ли Через Канаву Или Огородить В одном Месте Сад Чтоб Скотина Не Портила Деревьев Потому Что Часть Плетня В Одном Месте Совсем Лежала На Земле Илья Иванович Простер Свою Заботливость Даже До Того Что Однажды Гуляя Плетень Благодаря Этой Распорядительности Обломова Простоял Так Все Лето И Только Зимой Снегом Повалило Его Опять Наконец Даже Дошло До Того Что На Мостик Настлали Три Новые Доски Тотче Жи Как Только Антип Свалился С него С лошадью И с бочкой В канаву Он Еще Не Успел Выздороветь От Ушиба А уж Мостик Отделан Был Заново Коровы И Козы Тоже Немного Взяли После Нового Падения Плетня В саду Они Съели Только Смородинные Кусты Да Принялись Обдирать Десятую Липу А до Яблонь И не Дошли Как Последовало Распоряжение Врыть Плетень Как Надо И Даже Окопать Канавкой Досталось Же И Двум Коровам И Козе Пойманым Надели Им Славно Вздули Бока Славно 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 Славно